Нанотехнологии и беспилотные автомобили – секреты памяти. В Черкесске прошло интеллектуальное соревнование «Ученый говорит». В нем участвовали молодые ученые России, а зрителями выступили студенты ведущих вузов республики. Подробности у Али Баташева. Беспилотный автомобиль – это автомобиль без водителя, который при этом полностью беспилотный, полностью автономный автомобиль. Автомобиль без водителя, который может без водителя самостоятельно передвигаться где угодно. Сфера научных интересов доцента Московского политеха и кафедры автомобиля Майи Юрия Фурлетова – беспилотный автомобиль. Задача каждого молодого ученого – донести свою позицию увлекательно, просто и доступно. Регламент выступления – не более 15 минут. Главным жюри интеллектуального батла выступают зрители. Их уровень аплодисментов и живой реакции определяют сильнейшего оратора. Очень новый формат, и это действительно очень интересно. И с элементами просветительской деятельности на нас будут смотреть студенты. Разговаривать надо не таким сухим языком, а более понятно для молодежи. Я считаю, что это очень важно с точки зрения именно восприятия. И уверен, что многие молодые люди, которые на нас посмотрят, они впоследствии, может быть, выберут мою тему для своих научных исследований. Тем самым я сделаю вклад в науку. Сквозь огонь, воду и нанотрубу. Так называется доклад ученого материаловеда, инноватора Исколкова Дмитрия Кузнецова. Формат запущен был уже в прошлом году, но в этом году приобрел новые краски. Соответственно, это ученый говорит от Российского общества знания. Мы здесь как ученые, какие-то бизнесмены, какие-то имеем свои вот эти моменты, о которых можем рассказать школьникам и студентам и поделиться своим опытом. И все проходит в достаточно интересном, интерактивном формате. Всем, я думаю, будет очень круто и приятно послушать. Молодые ученые Анна Бондаренко и Ирина Ледаен рассказали о свойствах памяти и карьерном пути будущих научных сотрудников, чем вызвали живой интерес среди студентов. Мне очень нравится это мероприятие. Оно оказалось очень познавательным и полезным, особенно для тех, кто занимается наукой. А что полезного можно подчеркнуть здесь? Молодые ученые. Полезное то, что с нами делятся своими знаниями спикеры, которые уже были в таких ситуациях, в которые мы попадем, и мы уже подготовлены к этому всему. От ведущих хочу вам пожелать, чтобы вы не просто знали, но и понимали, что вы делаете, для чего вы делаете, что вы узнаете, для чего вы узнаете, чтобы в конце концов у вас появилась миссия. Конкурс «Ученый говорит», организованный Российским обществом знания, проходит в 85 регионах России и имеет целью популяризацию научного знания среди молодежи. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.